Здарова, здарова, дорогие друзья, с вами Булкин, добро жаловать на мой канал, добро пожаловать на новую серию по игрушке BIMG Drive. Тем более, друзья, это наша с вами любимейшая рубрика, которая называется Проверка на ролейность. И уже, между прочим, 12-я часть. И, друзья, я очень сильно рассчитываю, что вы уже поставили свой царский лайк, потому что то, что сегодня будет происходить, это, я еще не знаю до конца, но мне кажется, это будет полный пиздец. Я не хочу раскрывать сейчас сам в начале всех карт, я всего лишь на все. Пожелаю всем приятного аппетита, кто кушает, всем приятнейшего аппетита. Просто, друзья, поверьте, такой проверки на ролейность наши тачки еще не проходили. И я предлагаю сразу начинать. Давайте вот сейчас по факту уже познакомлю вас с нашим сегодняшним маршрутом. Он, мягко говоря, мягко говоря, пиздецовый, вот реально. Итак, друзья, наш первый участник Mitsubishi Lancer Evolution 9. Что-то типа сделанное под ралли, какой-то там каркасик внутри имеется, но поможет ли это все ему, чтобы преодолеть хотя бы часть нашей трассы? Давайте прямо вот сейчас получим ответ на этот вопрос, скажем так. Так, все, значит, я готов. Двигатель запущен. Газ в полаз, как говорится. Ну все, поехали. Значит, друзья, это, наверное, чуть ли не первый случай, когда я решил с трассой заранее не знакомить. Ну, потому что сейчас немножко эпичности добавим. Итак, значит, вот это... Нормально, нормально. Прохождение поворотов, турбинка там, блоуф, слышно. И, собственно, друзья, прыжок. Сука. Так, долетел. Тихо. Хорош! Дальше это еще не все. Если бы это было все, это было бы неинтересно. Первый ебучий огромный трамплин тачка преодолевает. И впереди, друзья, нас ждет второй. Блядь, 200 километров в час. 200 километров в час, и просто посмотрите на этот эпик. Это, если что, как бы... Обрыв! Это не просто обрыв, это, блядь, адская какая-то впадина. Просто адская впадина, и Evolution летит реально через весь этот обрыв. Перед этим преодолев уже один трамплин. То есть до этого сейчас, ну, тачка уже повредилась, но она едет дальше. И так, смотрим, что будет. Долетает? Вроде долетает. Блядь, колесо. Тихо, это еще не все! Нет! Нет, 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 нет! Такой успех! Это первая машина. Я просто случайно решил попробовать на ней. Друзья, это фиаско. Пиздец. Просто... Просто пиздец. Оставался, по-моему, если я не ошибаюсь, всего три трамплина. Но вы понимаете, что после каждого тачка реально, ну, получает такое приличное... Приличное повреждение, скажем так. И давайте дадим второй шанс. Ну, потому что я... Я честно охренел, что после первого прыжка у тачки, в принципе, не было никаких проблем особых. Ну, то есть, там, понятно, радиатор, понятно, там, передняя часть автомобиля пострадала. То есть, вот так вот приезжаешь, поучаствовать на ралли, такой, вроде, поворотики какие-то проходишь, по гравию покатался, а тут прыжок, блядь. И, собственно говоря, что делать? Эво-воды не сдаются, как говорится. Блядь, вот это, по-моему, уже... Ой-ой-ой-ой. Вы понимаете, насколько мне повезло сейчас в первый раз просто? Я без каких-либо проблем поехал дальше, а здесь тачка начала кувыркаться, у нее вырвало сразу колесо. Так. Третья попытка. Я понимаю, что обычно мы одному автомобилю даем одну попытку. То есть, за Лансером, пока что, за Эвиком зафиксировано два прыжка. Два прыжка он преодолел без особых... Ну, ладно, не без особых. Ладно, были проблемки, были проблемки. Итак, все, последняя попытка, последняя попытка. Итак, давай скорость поменьше возьмем. Мурда наклоняется, сука, нет? Ой-ой-ой-ой, как жестко-то, как жестко, тихо-тихо-тихо, там просто... Там не то, что, блядь... Карабас затупил. Так, она едет. Она едет. Посмотрите, какой живучий пиздец. Поворачивает. Там не то, что телевизор, блядь. Там реально весь моторный отсек ушел к хуям собачьим, мне кажется. Так, хватит ли такой скорости? Она не... Не так уже бодро ускоряется. Неужели повторит свой результат? Итак, друзья, второй прыжок. Хорошо. Тихо. Третий. Ай-ай-ай-ай, не хватит скорости! Хватит! Охуеть! Блядь! Тихо! Жива? Тачка жива? Подожди, подожди. Вот это проверочка, блядь. Вот это... На колеса, пожалуйста. Ребят. Хоть и с третьей попытки, но знаете ли, у меня сейчас были сомнения. Когда я начинал серию, я, конечно же, увидел просто вот этот спот, назовем это так. Думаю, блядь, надо попробовать. То есть, ну, типа, я... Блядь, заранее... Блядь! Короче, до серии не пробовал. Думаю, по факту, чтобы было интересно. Я думал, что это вообще будет невыполнимо для многих машин с первого раза. Я просто заспаунил девятый ланцер. Эвик. Конечно, глядя на автомобиль, возникает много вопросов. Но она преодолела три прыжка через обрыв. Просто, просто, ну, вообще, я... Как, блядь? Как это возможно? Особенно вот этот под углом, он самый жесткий. То есть, тут надо приземлиться. Тут, конечно, есть возможность проехать по стеточке, скажем так. Блядь, очень достойный результат. Я даже не знаю, кого брать вторым. Кого брать... Нужна мощность. По-любому, это должна тачка быть мощной. То есть, не получится... Так, вот эта тачка меня интересует. Черер... Так, вот это же... Черер Фи Си Ви называется она. Эм... Ну, надо что-то раллийное в любом случае. И что-то повыше. Что-то где-то... Чтобы подвесочка была... Не, можно, конечно, взять просто... Раллийную версию. Давайте попробуем. То есть, без всяких там... Эээ... Особых изменений в подвеске. Не, конечно, здесь подвеска не стоковая. Но, я имею в виду, как минимум, тачка не лифтованная. То есть, не предназначенная для каких-то жестких прыжков. Просто ралли-кар, который приехал участвовать... Блядь, хуя себе ралли-кар, блядь. Нихуёвый такой ралли-кар, блядь. Что-то он какой-то очень бодрый, нет? Так. Чересчур бодрый, блядь. Нихуя WRC какой-то начался, пацаны. А я не знаю, что по скорости-то делать. Ебать, что там турбинка... Ебать, тихо, тихо, подожди, подожди. Вот с такой скоростью, я думаю, нормально. Прыгаем. Подвеску нормаль... Ай-яй-яй. Ай. Ай. Ой. Ой-ой-ой. Нормально на ралли бывает и не такая херня. Тихо. На ходу. Блядь, что она такая... Почему она какая-то дрифтована? У меня такое ощущение, что она... Всё, пизда. Там вырвало переднее правое колесо, она не может крутиться, поэтому... Блядь, вот если бы было более удачное приземление, то машина вполне себе бы выдержала. А почему у меня, типа, ESC написано, что она как бы... Немножко должна работать, потому что синеньким горит. Но она ни хера, по-моему, не работает. Я полностью сам справляюсь с этим автомобилем. Блядь, я чувствую себя реально ралли-гонщиком, пацаны. Так, подожди, ну-ка. Сейчас чуть левее берём. Чуть левее. Скорость нормальная, думаю. Ну-ка. Идеально, по-моему. Охренеть! Охренеть! Блядь, даже... А что у неё, блядь, не, блядь, седьмой передачи нет? У неё седьмой передачи нет, я понял. То есть мощность есть, блядь, но при этом 190 максималка. Этого должно хватить. Если сейчас так же аккуратно напры... Блядь, не долетела. Охуеть! Так шла хорошо. Вы видели, какое идеальное приземление было в первом случае? Так, справедливость ради. Блядь, я думаю, что будет логично дать ей третью попытку. Если бы я не сбросил газ, то есть там минимум 190 километров в час нужно держать где-то. Так, а если здесь более агрессивно пройти? Ну-ка. Опа! Опа! Нихуя себе! Нихуя она контролится! Офигеть! Вообще просто как... Как малышка такая! Так. Приземляюсь. Блядь, чуть на бок. Похуй, давай. Ну не так, не так красиво, как в тот раз уже без бампера, уже какие-то части автомобиля улетели. И... Тихо, 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 держись. Держись на дороге. Подвеска немножко пострадала. Итак, друзья, второй прыжок. По идее, если я сейчас не буду отпускать газ, должно хватить этой скорости. Я надеюсь. Просто идеально. Практически идеально. Так, подожди, подвеска немножко пошла попиздеть. Ой-ой-ой-ой, левое колесо не крутится, прыжок финальный. Это будет больно. А-а-а, минус колесо. На колеса? Блядь, еще я им мордашкой ткнул. Я не на колеса призелю... Не так красиво, хотя местами все равно более аккуратно, чем, конечно, Evolution. Evolution приехал в более худшем состоянии, до финиша добрался. Блядь, я думал, что это вообще будут единицы, которые будут доезжать до финиша, но с третьей попытки. Немножечко привыкая к тачке, мы получаем уже такой результат. Это, в принципе, неплохо. Так, хорошо. Проверка на раллийность продолжается. А если мы возьмем просто заряженный кроссовер? Не, у него слишком слабая подвеска. Я знаю, что ее точно вырвет, поэтому это будет не очень хороший вариант. Так, а если какие-нибудь восьмерка для ралли? У вас есть такая? Есть. Ну, блядь, там мощности может не хватить, конечно, но... А, она, по-моему, вообще не едет. Или попробуем? Пофиг. Даже если в обрыв, то попытка, она на то и попыточка, как говорится. Если сам решился участвовать, надо до последнего. Так. Блядь, ну, в принципе... Нет, наверное, не хватит. Я не знаю. Но надо посмотреть. Итак. Короба ступит, блядь. Там в ручку надо переключать, да? Так, подожди, пока на третий. Не, мне кажется, она не долетит никуда, блядь. Четвертая. Бля, восьмерка-то долетит... Нет, она не долетит, блядь. Она не долетит, сука. Она не долетит даже первый раз, мне кажется. Итак, друзья, прыжок. Как вы думаете, долетает? Вроде как, с одной стороны похоже, что да. Но с другой стороны... Чё-то есть у меня вопросы, блядь. Нет, не долетит. Не долетит? Или долетит? Долетает. Долетает. Подожди, долетает. Так. Приземление, пацаны. Приземление, приземление. Норма... Нормально! Тихо. Ну так. Нет, ненормально. Я-то... Сначала все... Подожди, доедет? Блядь, это просто самая, блядь, уставшая раллиная восьмерка, которую можно себе представить. Можно, пожалуйста, включить хотя бы первую? Хочешь, и снарит не помог, друзья. Бля, она не ус... Нет, она не может просто... Потому что привод передний, переднего колеса, нет? Блядь, ну она достойно проли... Так, вторая попытка. Я думал, что это без шансов, если честно. Мне казалось, что что-то пойдет точно не по плану. Но она реально смогла. Она долетела первую... Так, ну... Если она чисто в теории сможет ускориться там где-то до 190... ...во второй раз... ...то вполне есть шансы, что она прям... Так, надо как-то, блядь, поровнее прыгнуть. Охренеть, этой скорости хватает. Прыжок! Офигеть! Тихо, 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 тихо. Сейчас моменты не долетит, не долетит, сука, она не долетит, и не хватит мощности. Она еще, сука, вся кривая стала? Хуя себе щитерел! Блядь, все, минус колесо! Два прыжка! Восьмерка, блядь! Восьмерка два прыжка одолела! Блядь, ну если, мне кажется, чуть-чуть попробовать прям вот, чтобы все было идеально, то, наверное, она смогла бы все-таки пропрыгнуть три. Даже вот я могу сделать такие выводы. Мне кажется, она смогла бы. Так, попробуем что-то более, так скажем, необычное. Гранд-маршал. Ну, выглядит, в принципе, как подходящее что-то. Единственный вопрос. Что там по приводу? Что там по зацепу? И, ну, колеса большие. Вроде как подвеска подготовленная. Блядь, какой же ужас. Это пиздец какой-то. Так и что? Ага. Раздуется вообще? Или у нас по мощности... Так. Блядь, ебучий паук. Что такое за... Блядь, вот он, кстати, вот на самом деле, на этом песочке, какого-то зацепа не хватает. Блядь, я не знаю, эта херня... Ну, в принципе, выглядит внушительно, да? Выглядит как херня, которая, в принципе, способна. Блядь. Давай, быстрее, быстрее. Третья передача. Я не знаю. По-моему, жопу тянет уже к низу, потому что она тяжелая. Почему-то. Возможно, там какой-то груз, блядь. Я не знаю, или... Блядь, смотрится страшно. Или долетает. Долетает, что ли? Нет. Не долетает. А-а-а, как жестко, блядь. Тихо. Ну, а не поедет дальше же никуда, блядь. Понял. Там вырвало все, что можно было к херам просто. Все, что можно было к херам, вырвало. Блядь, смотрелось как что-то, знаете, такое... Прям потенциально успешное. Назовем это так. Ладно, хорошо. Хорошо. Блядь, если Семену сейчас здесь запустить, кстати. Блядь, я понимаю, что он у нас уже частенько где-то участвует, но мне почему-то было бы на это... Или... Подожди, я, кстати, Алину, можно какую-нибудь вот такую херню запустить. The STI. Не знаю, насколько там мощности хватит. Просто мощность здесь... О, подожди, вот эта вот херня. Off-Road Special. Три секунд. Во. Мне кажется, вот эта херня сейчас даже не почувствует, блядь. Даже не почувствует, что что-то может пойти не по плану. Но сейчас, если я идеально подберу скорость, она просто, мне кажется, на изи с тремя прыжками справится. Ну, что, посмотрим. С первого раза. Так, можно, я думаю, что автомат поставить. Так. Хорошо. По скорости точно надо пройдет. Сейчас главное попасть, блядь. Вот это... Это реально успех, по-моему, нет? По-моему, пахнет успехом, пацаны. По-моему, пахнет успехом. Так, я, конечно, ничего не хочу говорить. Так, левее. Вот так вот где-то прыгать надо. По-моему, быстро. Блядь. Нормально. Колеса не вырвало. Хорошо. Тихо. Блядь, вырвало, сука. Нормально. Главное... Нормально. Держись! Держи! Терпи! Нормально! Все хорошо! Ничего страшного! Так, я допрыгну точно. 200 км часа каким-то образом... Блядь. Смотрит... Посмотрите, у него просто колесо в одну сторону, блядь. Блядь, он сейчас направо, случайно, не поедет, когда коснется земли? Так. Это более чем идеальное приземление. Охренеть! Я с вырванным колесом доехал! Че? Пацаны, я же сказал, что... Я только увидел этот автомобиль, я сказал, что он просто обязан, блядь, проехать. Смотрите, вот в таком состоянии. То есть, в принципе, всю поездку после первого прыжка, мое переднее правое колесо выглядело вот так вот. Несмотря на это, машина справилась со всем и получила просто минимальнейшие повреждения. Просто минимальнейшие. Вот что значит подготовка. Че-то у меня язык аж запнулся. Так, подожди, а если взять... Блядь, ну опять сейчас пробовать тазики, экспериментировать. Тожди, BRZ. Что-то неподготовленное, может быть, попробовать? Что-то быстрое, но неподготовленное, например. Блядь, если я сейчас... Есть у меня подозрение, что это плохо закончится. Но мы попробовать должны, друзья. Я не знаю, что с ним произойдет. РВД. Но оно все будет РВД. Вряд ли тут есть какая-нибудь переделка на АВД. Было бы просто неплохо. Дрифт-серия с раллейной версией, соответственно, тоже. Стейдж-2 дизель 6-ти литровый. Почему бы, собственно говоря, и нет. Рокет-баня. То есть, помимо того, что мне кажется, от этого обвеса ничего не останется вот тут, вот сразу, вот на этом отроске, где я только разгоняюсь перед прыжком. Ладно. Я отказываюсь это комментировать, потому что надо... Так, тихо-тихо-тихо, блядь. Ты подожди ты, сука, куда ты? Подожди, блядь. Жесткая подвеска. Так, зацеп есть уже приятно. Зацеп есть... Я, пожалуй, ручку поставлю. Так, третья передача. Иначе... Свистит, блядь. Блофит. Внимательно, сосредоточенная ебала, конечно, на... Ёбну, за не встать! И просто боком кинул, блядь, на скорость. Я тут ни при чём, пацаны. Я делал всё возможное! Причём, скорость была неплохая. Ну, хотя, это, наверное, спидометр врал, потому что задняя ось-то вращается с бешеной какой-то скоростью. Её срывает за нос. Сейчас попробую на четвёртую скорость, чтобы... Турбинка не так по-злому дула. Даже на пятой. Блядь, скорости не хватает. Четвёртая. Невозможно! Ну, а... Надо говорить, что она поедет сейчас дальше, пожалуйста. Только не надо... Не надо говорить, что она... Не знаю, это, возможно... Ну, rear-drive шафту пизда. Она не поедет никуда. Подожди, подожди. Нахуй я сальто ебанул. Подожди, стоп, она не поедет? Ну, был неплохой проект, скажем так. Был неплохой... Подожди, можно последний раз? Потому что, если она удачно приземлится, хотя бы один прыжок, это будет, мне кажется, достойно. И даже то, что она приземлилась на крышу, это, по сути, даже лучше. Потому что, если она приземляется на колёса, там сразу пиздец подвески все, естественно, происходит. Тихо, 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 тихо. Блядь, да нахуй ты... Да, блядь, ебучий случай! Ёбаный Роккет Бани в рот его ебани, блядь. Да что за хуйня-то? Как её законтролить? Сейчас, подождите, третья. Всё, потихоньку. Вообще, вот этот участок лучше проехать максимально, по-тихому, а потом уже четвёртый. Вот, всё, блядь, всё. На круизе, на круизе, аккуратненько. Тихо, тихо, не срывай, не буксуй, блядь, не буксуй. Так. Пятая. И тут четвёртая. Ну, пизда. Потому что я сейчас мотором пизданусь. Блядь. Реардрайв шафт сразу отёбывает. Всё, без вариантов, пацаны. При малейшем ударе реардрайв шафт сразу пизда просто. Всё, она никуда дальше не пойдёт. Хотя, потенциально выглядит так, как тачка готова ебашить дальше. То есть, как бы вообще без каких-либо проблем. Фары даже горят, нет? Ладно, не горят. Я думал, может, каким-то образом они уцелели. Хорошо. Ладно, двигаемся дальше. Есть у меня один вариант. По-моему, он не едет, да? Да, он хоть и монстр, но он 8,8 до 100, и... Она просто не успеет, к сожалению. Блядь, вот это, конечно, полная пизда. Это прям настоящий андеграунд. Так, пожи, рейс. Блядь, ну неспроста называется рейс. Подожди, может, и монстр тоже просто, может, характеристики не прописаны. Если он... Понял. Модельки просто не существует почему-то. Хорошо, приснилось, приснилось. Всякое бывает. Но Астон Мартин вряд ли чего-то добьётся. Логан, скорее всего, тоже. И Бишу Кашира. Я думаю, что если подобрать... Ну, хорошо, давайте просто попробуем взять Ралли Гревел. Ну, потому что, как бы, в принципе, подходит под задачи, скажем так. Что из этого получится? Если сейчас я удачно приземлюсь, там весьма живучая подвеска, потому что мы эту тачку довольно часто тестировали. Так, я думаю, что у меня... Ну, ладно, поставлю, наверное, автомат. В принципе, он вроде не тупит. Сейчас главное, чтобы хватило скорости ускориться. И, в принципе... Я думаю, что хватает. Слушай, вот тут он контролируется. Вот если я сейчас идеально приземлюсь, то... Казалось бы, какие могут быть у меня проблемы? Просто полёт. Идеальнейший, идеальнейший полёт по траектории. Вроде как, если сейчас попробовать всё это высчитать, то... Охуенно. Бля, сейчас будет больное приземление. Просто хочу его заснять, потому что это приземление на один бок. Надеюсь, не вырвет, блядь, колёса. Пожалуйста. Пожалуйста. Ах ты, сука, больно, больно, больно. Правой стороне очень больно и... Ну, такое мяско, мяско. Не едет, да? Едет. А что растянуло? Что за текстуры? Бля, как мне его жалко, пиздец. Причём он прыгнул достойно. Просто из-за того, что приземлился на правую сторону... Там что-то пошло попизде... Нет, я не смогу ускориться, пацаны. К сожалению, мне не хватит просто-напросто скорости, чтобы прыгнуть во второй раз, хотя... Так, а как мне сделать, блядь, чтобы он не перевесил на правую сторону? Потому что он реально сейчас довольно жёстко приземлился на правый бок, и это как бы не очень хорошо, конечно же. Нам нужно, чтобы тачка хотя бы равномерно как-то приземлялась, бля, скорость лютая. Можно сбавить чуть-чуть. Опять на правую сторону. Что ж такое-то, бля? Нормально. Получше! Пох, бля, пизда. В разные стороны. Передняя. Правая, передняя. Левая, блядь. В разные стороны. Я даже если бы сейчас остался как бы на колёсах, я бы дальше уехать не смог, к сожалению, друзья. Ладно. Неудачно. Хотя потенциал... Потенциально, опять же, был подходящий вариант. А вот Камри. Не, хуйня. Я просто посмотрел, может, там ралли-версия была бы, но её, к сожалению или к счастью, нет. Автобела... Подожди, Приора. Ну, бля, Приора там опять сейчас будут какие-то не очень заряженные версии, да? Это уже то, что я тогда искал. Есть оффроуд, но он ни хера ж не едет, она не ускорится. Она, может быть, и выдержала бы все удары, приземления и так далее, но она просто не подпрыгнет. Так, ГТР, я думаю, что это не совсем подходящий вариант. Что лучше, что-то подходящее найти или неподходящее? Верон Суперспорт? Не, ну, как бы... Мне кажется, я впервые сейчас буду вообще брать эту модельку. Мне просто, опять же, интересно. Это что-то, ну, мягко говоря, неподходящее для наших целей. А, ну да, карабас работает ровно, сразу видно. Подожди, а что, серьезно? А, нет. В смысле, да, он работает не очень ровно. По-моему, Бугатти в ахуе от этой ситуации. Блядь, ребят, он нормально едет, кстати. На четвертой, я думаю, сейчас хорошо подпрыгнет. Просто, вы видели когда-нибудь Бугатти, который прыгает? Вообще, в целом, отрывается на сантим... А, уже переднего бампера нет, я понял. Я понял. А когда это произошло? Просто Бугатти, который отрывается на сантиметр от земли. Я, по-моему, такого еще не встречал. Блядь, я, во-первых, что-то левее взял. Ой, как сейчас будет больно, нахуй. Ой, сейчас как будет ему больно. Ай-яй-яй-яй-яй. Что, уцелел, что ли? Бля, колесам пизда. Я не знаю, почему я не долетел. Почему я, во-первых, правее прыгнул. Это как-то очень странно. Это реально как-то очень странно. Бля, летающий Бугатти. А на ходу? Давай, давай он бурщит, да? Есть проблема с зацепом. Не все колеса касаются земли. Назовем это так. Бля, прикиньте, гонки на желание, на нейроне, блядь. Все, пизда ему, он не прыгнет. Он не долетит. Он, я пытаюсь всеми силами ускорить. Все, я его пиздаю. Дадим второй шанс. Ну, согласитесь, вроде как смотрится так, что он, в принципе, может. Он, в принципе, может. Как бы это странно не звучало. Так. Минус балька. Правильно, нахуй, там, 1100 баксов, блядь, стоит этот бампер. Нахуй он сдался. Так. Уже лучше. Ну, так себе, да, согласен. Блядь, ну, единственное, есть маленький нюанс, малюсенький. Подвеска, блядь, которая просто не представляет, что с ней может происходить такое. Просто не представляет, блядь. Хотя, блядь, реально, вот, как-то, вот, если словить момент, бля, бамперу сразу плохо становится. Настолько он низкий. Сейчас опять улетит куда-нибудь, да? Не, не улетает. Бля, если еще... Нет, бля, нет смысла быстрее ускоряться. Понял. Превратил в блинчик, во-первых, а во-вторых, драйв-шафт ебучий, сука, вырвало. Последний раз. Последний раз, пацаны, просто вот, как бы, понять, что... Есть ли шансы вообще? Есть ли шансы? Потому что, если как-то, я просто пытаюсь уже как-то хитро выебанным способом это сделать, но... К сожалению... Больно. Блядь, ну там драйв-шафт вырывает сразу. Хотя, конечно, фронт, но, типа, все равно. Блядь, ну, во-первых, это немножко уже не Бугатти, да? Начнем с этого. То есть, это просто, блядь, рухлядь на колесах. Это не Бугатти, это хуйня на блюде, блядь, это какая-то. Во-вторых, она, ну, мягко говоря, не всеми, опять же, колесами касается земли. К сожалению, друзья, Бугатти не справляется со своей задачей. Ну что ж, это все равно было интересно. Я вообще действительно удивлен, что хотя бы какая-то, даже несколько, опять же, автомобилей долетело до конца во всех трех прыжках. Изначально это смотрелось настолько... Вот, то есть, опять же, если вот, ну, как бы, если что, расстояние здесь, ну, примерно... Не понял сейчас, что такое? Э. А. Все, понял. Расстояние здесь вот примерно такое. То есть, вот это самый длинный... Хотя, блядь, на самом деле, они плюс-минус все одинаковые. Ну, вот нет, вот это покороче смотрится. Но все равно, вот это еще короче. Да, наверное, первый все-таки самый длинный. Все равно, это довольно жестко. Особенно для тачек, немножечко неподготовленных. Поэтому, мне кажется, что серия получилась весьма интересная. Друзья, если вам понравилась эта серия, поддержите ее лайком. Подписывайтесь на канал, чтобы впервые не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать следующие серии. Оставляйте ваши комментарии. До новых встреч, всем удачи и всем пока-пока, друзья.